Друзья, вот оно и свершилось, как мы и обещали, в нашей студии появились гости. С Ефимом мы недавно, буквально сколько месяцев прошло, общались, да? Ну, я думаю, год, наверное, уже прошел, но все-таки счастливые часов не наблюдают. Но светлый образ Ефима до сих пор витает в нашей студии. Ну, мне кажется, что с Татьяной Васильевой мы тоже все время общаемся, потому что постоянно, слава богу, благодаря телевидению видим ее и видим в кино, но и вот живое общение, друзья, так что вы тоже не пропустите такую возможность. То есть, пятое число, в субботу два спектакля, возможно, кто-то из вас захочет посетить сразу два представления, потому что, ну, кто знает, говорят, что артисты играют днем так, а вечером по-другому. Хотя это лучше им знать, мы у них и спросим. Здравствуйте, товарищи артисты. Очень рада видеть вас в студии. Представляете, каково услышать в стране капитала и наживы, в стране, которую наживая, называют, в городе желтого дьявола, услышать такое «Здравствуйте, товарищи». Вы прошлись уже по нашему Брайтону? Нет, еще по Брайтону нет. По Брайтону не ходили? Вот как раз, мне кажется, вы там и услышите такие словечки типа «товарищ», «гражданочка вы здесь не стояли» и так далее. То есть, это, по идее, такой флэшбэк, возвращение немножечко в советские времена. Но вы пока этого не видели, поэтому тогда эту тему свернем. Я думаю, что в плане Брайтона или куда бы ни зашли наши товарищи, это будет лишь вопрос автографов, потому что их узнают везде, и, слава богу, наш глобус стал таким маленьким. Кстати, благодаря интернету тоже, что можно общаться, хотя живое общение лучше всего. Я не знаю, почему, когда вот комедия, а в студии, ну не знаю, может просто гости наши немного устали. А джетлег? А, да. А джетлег? Джетлег это да. Таня, переведите, это заморское слово. Джетлег это разница во времени, из-за которой ты вот такая вся сидишь сейчас. Сразу хочу обратиться с омерзительным вопросом к Тане. Таня, скажите, пожалуйста, вот в последнее время почти все уходит в интернет. Появляются всякие фейсбуки, там, одноклассники. Кинематограф уходит в интернет, потому что я даже вот среди моих друзей, даже не очень молодых, многие люди сейчас не смотрят телевизор, они смотрят кино в интернете. Уйдет ли в конце концов театр в интернет, как вы считаете? Ну, думаю, нет, это что-то будет совсем другое. Ну, театр этого, то есть он может прийти в театр, там, каким-то образом, 3D, вот это вот все, то, что я не понимаю, что это такое, но не рассказывали. Театр в 3D, это интересно. Да, да, да. Не театр, а наоборот, 3D в театр. Ага. Да, вот такое вот что-то, такое возможно. А когда вы летели с Ефимом в шифрином самолете, он вас не уговаривал, например, вести свой блог, потому что он это делает, и он очень популярный блогер. А мы летели в разных самолетах, вообще в разном небе, мы просто в разные дни прилетели. Кстати, ну, с Таней мы столько уже облетали... Стран. Стран, да. И континентов. Нам есть о чем говорить. Я не знаю, что я заведу свой блог. Я еще не уговорил. И надо объяснить еще на компьютере, что это такое. Да, вы не слышали еще такую интересную тему? Сейчас, вот это буквально родилось в апреле, в прошлом месяце, на одном из музыкальных фестивалей здесь, в Америке, взяли и некие рэперы выступили на сцене вместе с уже умершим товарищем Тупаком Шакуром, который в виде голограммы присутствовал на сцене, пел с ними, и тут же начали появляться проекты. Во-первых, Тупака Шакура, Тупака Шакура, извините, в виде голограммы запускает в тур, в концертный. То есть, его нет, а он будет сейчас концертировать. Зачем у нас есть старый дедовский способ? У нас персонаж по ходу пьесы помирает, и потом чудесно произносит свой монолог. Зачем нам его голографическое изображение? Нет, я к чему клоню. Просто вы за вот эти всякие какие-то нововведения театральные, когда там проецируется какое-то кино еще на экран, где-то льется вода сверху на зрителей, из потолка и так далее. Или вы сторонники вот такого классического театра? Ну, я, да, наверное, да, я вот такая. Я ничего не хочу нового. Я не хочу это все знать, я не хочу, чтобы это входило в мою жизнь, а уж тем более в мою профессию. Но, тем не менее, вот следующий спектакль, который сейчас мы, наверное, начнем репетировать, продюсеры, они вот предлагают именно такой ход. А смеялись раньше люди больше или нет? Потому что иногда к нам, мы уверены, что этот спектакль замечательный, мы читали отзывы, действительно люди говорят смешно, смешно, искренне. А может быть, раньше было больше смешного, а когда вот появилась эта так называемая свобода, вроде и смеха стала меньше, или просто мы стали старше? Часто слышу эти разговоры, слушайте, но это вопрос нашего восприятия. И когда мы молоды, нам кажется, что все вокруг смешно, забавно, очень весело, радостно и расцвечено самыми яркими красками. Потом, когда мы взрослеем и стареем, нам кажется, что вчера-вчера все было лучше. Я вас уверяю, что по количеству смеха, если взять какие-то его абсолютные величины или относительные, все то же самое. Если мы настроены, как оптимисты, да, если у нас восприятие жизни со знаком плюс, то оно пройдет таким в любом возрасте. У нас восприятие со знаком плюс, особенно когда к нам приезжают такие люди. Так вы же молодые. Такие люди. Скажите, вот что можно о спектакле сказать? Вот так, заинтригуйте. Потому что мы уже так прочитали, и сюжеты все, но не хотим раскрывать сами карты. Что вы можете сказать вот о спектакле со стороны, такую информацию к размышлению? Если бы мне пришлось заинтриговывать, я бы назвал только имя своей партнерши в этом спектакле, потому что мне кажется, что это достаточно интрига. Я просто так люблю свою партнершу, и так люблю все, что она делает в кинематографе, на телевидении или в театре, и я бы лучшего способа завлечь на спектакль не придумал. Просто назвал имя и фамилию главной исполнительницы. А все остальное от Лукавого. Потому что те, кто интересуется театром, знают имя этого драматурга. Все, кто интересуется театром, знают имя режиссера, который поставил этот спектакль. А вот я бы впереди себя, да, вот я бы имя своей партнерши в этом спектакле. Хорошо, тогда я задам следующий вопрос. Есть ли смысл, на ваш взгляд, заманивать в театр людей, которые туда не ходят? Ведь целое поколение сейчас растет, поколение Фейсбука и всех вот этих вот прибамбасов электронных, компьютерных. Я не думаю, что эти люди ходят в театр и будут ходить в театр. Стоит ли их заманивать туда или нет? Или пусть они занимаются своим, а в театр будут ходить те люди, которые знают режиссера, постановщика спектакля, которые бы сюда привезли, и артистов, которые в нем играют. Как вы считаете? Нужно ли заманивать? Да. Нужно ли приучать к театру, скажем, то поколение, которое, в принципе, уже потеряно в пользу интернета? Ну, наверное, нужно. Именно этим словом можно сейчас это обозначить. Да, приучать, заново начинать учить, ходить в театр, потому что это вообще просто ушло. Школы не ходят в театр, там, родители только если поведут детей. А так как-то... Что, это даже в России происходит? Да, конечно, конечно. Но, тем не менее, ваши дети выбрали актерскую стезю. Вы на них как-то повлияли? Не, наоборот, я старалась, чтобы этого не случилось, но потом сдалась. Ну, а сын только. Дочи нет. Дочь меня спросила, говорит, мам, ну мне быть артисткой? Я говорю, если ты мне такой вопрос задаешь, значит, не быть. А вы вот, когда приходите на спектакль, вы, если хотите что-то критическое сыну сказать, вы стараетесь это облечь в более мягкую форму, чем вы бы сказали другому молодому актеру, или нет? Нет, к сожалению, нет. Он получает самую жесткую форму от меня. Никому бы я в такой форме предложения и замечания не позволила бы себе. Нет. Он очень, конечно, нравится. А он тебя критикует? Конечно, конечно. Ну, а в какой форме? Нет, не в такой, как я, он пока еще не может, он боится. А этот спектакль он видел? Этот спектакль, да, он видел, ему очень нравится. Очень. Ну, представляете, друзья, дорогие нью-йоркцы, сын Татьяны Васильевой рекомендует. Вот так мы начнем, вот так мы начнем говорить сегодня. И так суббота, 5 мая, в 2 часа дня. Филипп сказал, что... Про билеты они уже не говорят. К стоимости спектакля. Приезжайте в театр, идите в театр, господа. Такая возможность предоставится, наверное, может быть, еще и не скоро. Потому что я, честно говоря, не часто вижу спектакли хорошие на сцене наших театров, которые привозит кто-то из России. Никакого не закончил, там, идите в театр и умрите в нем. Вот это мы обещаем. Особенно, друзья, после того, как наш мэр Миша Блумберг, в общем-то, компанию по раздаче презервативов в каждом магазине города начал, я думаю, что здесь тоже будет о чем поговорить, на самом деле посмеяться. А когда... Мы настолько привыкли к этому слову, если вы заметили, Татьяна даже не содрогнулась, когда вы это произнесли. И Блумберг тоже привыкли. Нас уже этим словом не удивить. Понятно. Итак, друзья, напоминаем, что спектакль торговца резины в эту субботу, в миллениуме, 5 мая, в 2 часа дня и в 7 часов вечера. И, наконец-то, у нас будет возможность посмеяться. Так что не надо говорить, что погода плохая, экономический кризис и так далее и тому подобное. Лучший способ приободриться, это приободрить другого, в данном случае себя, посредством волшебной силы искусства. 5 мая, 2 часа дня и 7 часов вечера, торговцы резины. Замечательный спектакль, мы в этом уверены. Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Знаешь, Вероника, у нас висит звонок уже, наверное, минут 10. Видимо, кто-то все-таки хочет пробиться в эфир и задать вопрос нашим сегодняшним гостям. Ответим? Или поприветствовать. Это наушники, наверное. Да, возьмите наушники, и мы берем этот звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, говорите. Мы вас слышим. А что, здравствуйте? Очень вежливо. Давайте еще раз поздороваемся. Привет. Да. Слушаем вас. Да, вас слышно, прекрасно говорите. Я хочу сказать, добро пожаловать дорогим артистам в Нью-Йорк. У меня такой короткий вопрос. А считаете ли вы себя еврейскими артистами? И что такое еврейский артист в русском театре? Спасибо. Вау. Интересно. Спасибо большое. Спасибо. Итак, считаете ли вы себя еврейскими артистами? Что такое... Еврейский артист в русском театре. Вот так. О, как круто завернули-то. Слушайте, вопрос на самом деле очень сложный. Я не понимаю, как мы должны в рамках этого эфира быстренько на него ответить. Как я считаю? Я считаю себя, что я еврейка, но что я русская актриса. Вот так вот. Вот так? Да. А мне еще выпало счастье побывать советским артистом, как и Татьяне. Слушайте, я не знаю, как этот вопрос... У меня вопрос к вам. А как вы этот вопрос решаете для Америки? У вас есть еврейские артисты-американцы? Ну, наверное, есть. Нет, у нас есть город желтого дьявола, который заставляет нас... Вот я был позавчера на Бродвее, посмотрел замечательный мюзикл. Там, наверное, среди исполнителей много евреев. Как они себя идентифицируют? Они что, показывают какие-то знаки своего иудейства на сцене? Я этого не заметил. Ну, может быть, там у персонажа большой такой магендовид висит на... Ничего я этого не заметил. Артист, к сожалению или к счастью, на сцене становится тем, кого он играет. Еврея или даже исламского фундаменталиста. К сожалению, это такая бесстыдная профессия. А вот что касается нашей частной жизни, ну, я не знаю, я вырос в довольно патриархальной семье, и у нас все эти праздники религиозные, весь этот библейский календарь у нас был очень чтим. Но я не понимаю, как я должен тащить свое иудейство из спектакля в спектакль, особенно играет там, допустим, персонажа, у которого там итальянская или русская. Ты мне сейчас переводишь вопрос, что ли? А я... Ты с какого языка переводишь? Ты сказала, ты еврейка в национальности, ну, русская актриса. А я сказал, что я еврей в национальности, ну, что даже совет. Ты мне сейчас первый раз сказал, ты боишься. Ну, да, очень боюсь. Может быть, это уже начало спектакля, может, мы что-то пропустили. Да, которым представили Ефима Шифринача в большой загадке. Не узбек ли я. Господа хорошие, ну, может, теперь точно я от всей души вас приглашаю ни в коем случае не пропустить уникальное событие, которое произойдет в нашем городе в субботу. Приходите в Театр Миллениум, вы будете смеяться. Мы продолжим этот разговор. И разговоры были. Слушайте, ну, наши персонажи в этом спектакле действительно носят еврейские имена, да, Цингерба, Йоханан, Белла, Шмуэль. Так что, ну, на время этого спектакля мы точно станем евреями. Большое спасибо, Ефим. Большое спасибо, Таня. Понимаем, что вам было сегодня непросто, особенно вот Татьяне, я вижу, после этого перелета, сидеть и веселить наших радиослушателей в эфире. Но, тем не менее, получилось, Таня. Еще самой идентификацией заниматься. Друзья, мы, например, с Андреем собираемся, не скажем, в два часа дня, или всем. Может, мы и в два, и пойдем в семь. Приходите в антракт, и не прогадывайте. Хорошо, договорились. Спасибо, встречаемся в Театре Миллениум. 5 мая, 2 часа дня и 7 часов вечера. Не пропустите спектакль «Торговцы резиной».